Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital! Меня зовут Дарья, и вы смотрите видео-дайджест новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех важных событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Подробно рассказываем о том, чего удалось достичь за полгода стройки инновационного центра Skyway в Шарджи, с какими трудностями столкнулись инженеры и когда по струнным дорогам Объединенных Арабских Эмиратов проедет первый пассажир. Приглашаем инвесторов и партнеров на конференцию Skyway Capital, которая пройдет 1 июня в Зальцбурге. Электромобиль Skyway представили на Петербургском международном автомобильном салоне 2019. Разработкой заинтересовали специалисты Центра национальной технологической инициативы Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. В гостях у разработчиков струнного транспорта побывали репортеры телеканала МИР. Они поговорили с сотрудниками ЗАО «Струнные технологии», побывали в экотехнопарке и прокатились на Юникаре. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. Чтобы ближневосточные партнеры убедились в работоспособности и эффективности струнного транспорта, в Шарджи создается инновационный центр Skyway. Новый центр значительно отличается от экотехнопарка в Беларуси. Он строится из расчета на климатические особенности ближневосточного региона – жару до 60 градусов, пыльные бури, разъедающие морские соли в воздухе и грунтовых водах. В центре Skyway в Шарджи будут представлены городские и грузовые транспортные комплексы всех типов – навесные и подвесные, монорельсовые и биэльсовые с гибкой, полужесткой и жесткой путевой структурой. Там пройдут испытания и сертификация новых транспортных средств и инфраструктурных решений. В том числе будет построен фрагмент линейного города с высотными башнями, а также будут созданы свои исследовательские лаборатории. В перспективе центр должен стать частью инфраструктуры научно-исследовательского технологического парка Шарджи. Сегодня на месте центра возводятся две станции, совмещенные с анкерными опорами, уже подготовлены к монтажу две высотные промежуточные опоры. Работа ведется местными подрядчиками под постоянным контролем и поддержкой струнных технологий. Планируется, что уже к концу мая-начало июня арабские партнеры и потенциальные заказчики смогут лично опробовать пассажирский транспорт Skyway. На следующих этапах строительства в инновационном центре Skyway в Шарджи будут возведены еще четыре комплекса – три грузопассажирских и один грузовой для подвесного и навесного подвижного состава. Уважаемые инвесторы и партнеры, приглашаем вас на конференцию Skyway Capital, которая пройдет в Зальцбурге 1 июня 2019 года. В первой части конференции вы узнаете планы и перспективы развития Skyway Capital, получите информацию о предполагаемых адресных проектах, планируемых мероприятиях в европейском регионе и мире. Вы сможете задать любые вопросы непосредственно членам общего правления компании и лидерского состава Австрии. Во второй части конференции член правления Skyway Capital Frontiers Solar проведет обучающий семинар на тему «Дубликация. Как правильно построить успешный бизнес?». На семинаре вы узнаете, какие шаги необходимо предпринять для создания успешного бизнеса, как реализовать дублицируемую систему работы в каждом регионе, как построить успешную и активно развивающуюся партнерскую структуру, как научить дублицированию своих коллег по бизнесу, ответственность спонсора в работе в команде и многое другое. Прочитать программу конференции и узнать, как оплатить участие, вы можете в личном кабинете Skyway Capital. С 4 по 7 апреля в Санкт-Петербурге прошел Петербургский международный автомобильный салон 2019, на котором компании со всего мира представляли свои последние транспортные разработки. Салон прошел в Конгресс на выставочном центре Expo Forum – самой современной выставочной площадке Европы и лучшей в России для проведения автомобильных выставок. Среди новинок мирового автопрома был представлен Unimobile Skyway – электромобиль для людей с инвалидностью. Разработкой заинтересовались специалисты центра НТИ и СПБПУ, которые провели рабочую встречу с Александром Сенкевичем. Руководителем конструкторского бюро ЗАО «Струнные технологии» и автором Unimobile. По результатам встреч на сайте центра был опубликован технический обзор электрокара Skyway с описанием всех преимуществ. В гостях у разработчиков струнного транспорта побывали репортеры телеканала «Мир». Они поговорили с генеральным конструктором Анатолием Юницким и другими сотрудниками ЗАО «Струнные технологии», посетили экотехнопарк и прокатились на «Юникаре». В обзорном выпуске корреспондент телеканала рассказал о преимуществах струнного транспорта, тонкостях производства и оценил перспективы проекта. Вот что говорится в репортаже о проекте Skyway в Объединенных Арабских Эмиратах. Проекты уже заинтересовались в Арабских Эмиратах. В столице Абу-Даби хотят возвести трассы для «Юникаров» в течение ближайших лет. А вот появится ли струнный транспорт над Минском – неизвестно. Пока он не узаконен в странах Содружества. Над исправлением этой юридической неточности сейчас работают специалисты Skyway. Реализацией проекта Skyway в Беларуси заняты больше 800 человек. Ссылку на полную версию выпуска вы можете найти на нашем сайте. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях. И помните, что Skyway – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе.